Добрый день, уважаемые участники, те, кто смотрит нас в записи, с остальными я уже поздоровался. Хотел бы вас попросить поставить лайк на нашем канале и подписаться на наш канал, потому что чем больше лайков под записью, тем активнее она показывается по правилам YouTube и другим слушателям. Если вас не затруднит, сделайте то же самое для записи других наших вебинаров. А теперь мы приступаем к освещению нашей сегодняшней темы. Наша сегодняшняя тема – использование университетской библиотеки онлайн в учебном процессе ВУЗа. Недавно я рассказывал нашим слушателям про использование университетской библиотеки онлайн для преподавателя и студента. Сегодняшний наш вебинар будет чем-то похож на тот, который прошел у нас в середине ноября. Но будет в нем и несколько отличий по тем сервисам, которые я хочу осветить. Да, для тех, кто прямо сейчас у нас находится на вебинаре, хотел бы отметить, что в окошке ресурсы доступно два файла. Один из них – это моя сегодняшняя презентация, о втором я чуть попозже скажу. Наша университетская библиотека онлайн – это флагманский продукт компании Директ Медиа. И, если можно так выразиться, несколько цифр, которые описывают наш продукт. Около 140 тысяч книг, более, наверное, уже 140 тысяч изданий в нашей университетской библиотеке онлайн. У нас более 450 вузов-подписчиков. Мы агрегируем более 25% рынка ЭБС в России. Работаем с четырьмя сотнями издательств. Из них 60% издательств, так называемые учебные двадцатки, основных издательств. Также среди этих 400 издательств, более 120 издательств – это вузовские издательства. То есть напрямую мы с вузовскими издательствами также работаем. Ну и другие цифры, которые говорят о количестве обращений, количестве пользователей и так далее. Один из наших основных слоганов университетской библиотеки онлайн – это больше, чем ЭБС. Почему он используется? Дело в том, что у нас в ЭБС есть не только книги, есть различные формы электронного контента, есть мультимедиа-контент. Мы работаем с компанией «Антиплагиат» и с ними ведем совместную работу, интегрированные друг в друга. У нас есть отдельные проекты, кроме, собственно, ЭБС. Есть проекты «Артпортал» и «Энциклопедиум». Это свободные учебные проекты. Ну и также у нас есть возможность печати наших электронных книг по требованию. Мы осуществляем продвижение наших авторов «Ринц». Ну и, наконец, наш проект «Директ Академия», на котором вы сейчас присутствуете. Это особый проект нашей компании, проект вебинаров и онлайн-курсов. Главная страница нашего сайта выглядит примерно вот так. Это ее верхняя часть. Сегодня я не буду очень подробно об этом рассказывать, только о верхней части немножко расскажу. Под первым номером меню наших проектов, по которому можно перейти в другие проекты компании «Директ Медиа», такие как «Интернет Магазин», «Арт Портал», «Бизнес Библиотека», «Энциклопедиум», «Школьный Портал», «Библиотека Нон Фикшн». На наш сайт «Директ Академии» можно перейти. Под вторым номером у меня представлен интерфейс, который в том числе позволяет перейти к интерфейсу сайта для слабовидящих. Вот видите, тут изображение глазика. Это контрастная схема, которая не очень удобна для тех, кто хорошо видит, но зато хороша для тех, кто видит хуже. Под третьим пунктом – это поиск. О поиске мы отдельно поговорим. Четвертый пункт – вход в личный кабинет. Здесь заключена вся информация, которая вас отделяет от других пользователей. То есть все ваши личные настройки находятся вот здесь. Пятый пункт – это наше основное меню. Ну и шестой пункт – это разные настройки, в том числе настройки каталога. Это основные наши элементы. Я не буду сегодня говорить об остальных. О них я рассказал примерно 2-3 недели назад, когда был прошлый мой вебинар. Можете посмотреть там подробнее. Ну и в середине первой страницы публикуются последние читаемые книги. Вами читаемые книги, разумеется, конкретно в вашем аккаунте. И строка новинок ЭБС – это те книги, которые пришли в ЭБС последними. Говоря о новинках, чуть предвосхищая, хотел бы отметить, что у нас есть еще один сервис, который позволяет посмотреть новинки более пристально. И настроить новинки более соответствующие тому, как вы наложите некоторые фильтры, как вам это удобно. Я попрошу, напишите, пожалуйста, кто-нибудь, что звук есть, чтобы Марина Петровна смогла бы у себя это все настроить. Спасибо большое. Спасибо за поддержку. Идем дальше. Об этом я почти всегда рассказываю, потому что это важно. Одна из главных страниц – это страница предпросмотра определенного издания. Любым способом вы можете найти книжку. Перед тем, как вы начинаете ее читать, у вас есть время принять решение, будете вы ее читать или нет. Для этого есть страница предпросмотра, которая достаточно информативна и содержит многие кликабельные поля, такие-то как дисциплина, жанр, издательство. Ну и несколько кнопок есть. Выберите действия и читать онлайн. Читать онлайн, понятно, вы переходите сразу к читалке. А вот снизу есть еще библиографические описания, аннотация и содержание. А иногда там появляются и некоторые дополнительные пункты, в частности, переход к профильным тестам. Об этом мы сегодня тоже поговорим. Библиографическое описание. Достаточно важный пункт. Библиографическое описание вы можете посмотреть еще на этапе предпросмотра книги. Вот на этом экранчике. И почему это важно? Это важно потому, что, как правило, молодые специалисты, аспиранты, студенты, молодые ученые, у них есть большая проблема с составлением списков литературы, ссылок и так далее. Иногда они не делают ссылки на какие-то использованные цитаты, не потому, что не хотят это сделать, а потому, что не понимают, как сделать правильное описание книги. От этого страдают все, потому что падает цитируемость. Это неправильно с точки зрения научной этики. И люди, в конце концов, не научаются делать вот эту важную работу. Библиография сама по себе сложная наука, и научить каждого студента ей очень трудно. Разумеется, потом, когда они становятся зрелыми учеными, это уже они осваивают, но это будет сильно позже. Вот наличие такой возможности скопировать библиографическое описание прямо копипейстом, она сильно увеличивает количество ссылок в учебных и научных работах. И это правильно, потому что эти работы начинают походить на настоящие научные работы. Поэтому у нас реализован такой вот сервис. Да, есть у нас еще и аннотации. Вот здесь вот сейчас включу рисовалку. Есть еще и аннотации. Есть содержание. Ну, аннотации, понятно. Это аннотация на данную книгу, которая позволяет принять решение, нужно ли прямо сейчас читать. Или надо отложить эту книгу на книжную полку, или вообще это не то, что надо. Список литературы. Список литературы. Да, ну и содержание. Это, разумеется, переход непосредственно к оглавлению книги с тем, чтобы потом перейти сразу к нужной главе, а не открывать ее с первой страницы и уже в интерфейсе читалки искать это оглавление. Почему это важно все сделать на странице предпросмотра? Потому что когда принятие решения о том, что вы ее загружаете в читалку и читаете, хотя вроде бы всего одна кнопка, да, но это решение принимается не сразу. Каждый лишний клик, он уменьшает количество людей, которые переходят на этот уровень. Поэтому важно основные действия сосредоточить на предыдущем уровне, чтобы люди могли их сделать до принятия решения о том, будут они читать книгу или нет. Список литературы. Если в книге есть список литературы, он воспроизводится в таком вот виде, который тоже можно копипейстом перенести к себе определенный. Ну, служит примерно тому же самому, что и предыдущая возможность. То есть, если вам надо сослаться на какую-то книгу, то вот уже есть нормальное описание, можете ее взять отсюда и использовать. Читалка. Ну, все-таки основной момент это читалка. И, собственно, учебный процесс без чтения книг, он невозможен. В данном случае речь идет о чтении электронной книги, поэтому удобство читалки напрямую обеспечивает учебный процесс в ВУЗе. Вот. Читалка у нас... Мы специально ее сделали очень такой скромной с точки зрения интерфейса и похожей на типовые читалки. Ну, самая типовая читалка, которая, наверное, всем известна, это читалка Adobe Reader. Мы здесь повторяем тот же функционал, который есть в Adobe Reader с некоторыми добавлениями. Группа кнопок, которые я назвал цифрой 1, управляет масштабом воспроизведения, которые можно сделать больше и меньше, разверстать по всей странице или только по ширине. Второй блок, блок перехода на конкретную страницу. Можете указать конкретную страницу, либо перейти вперед-назад, либо в конец или в начало издания. Жанна Александровна, это дискуссионный вопрос, потому что сколько библиографов, столько мнений. Мы его обсуждаем уже здесь, наверное, на протяжении... Ну, вот сколько я веду вебинары, столько обсуждаем. И есть разные мнения, и ГОСТы немножко противоречивы. Если хотите, у нас в ближайшее время... Ну, может быть, не в ближайшее время. У нас готовятся вебинары с участием наших библиографов. И, наверное, можно будет этот вопрос задать или эту реплику воспроизвести, чтобы наши библиографы прокомментировали ее. Итак, второй блок кнопок для того, чтобы точно позиционировать чтение книги по страницам. Кроме этого второго блока, снизу здесь я не указал, потому что не влезло. Ну, прямо сейчас нарисую. Есть еще такой вот лифт, при помощи которого можно просто мышкой тянуть и текущую страницу перемещать вправо или влево. Вот блок номер 4. Ну, тут все понятно, выйти из читалки, либо поискать по читалке. В данном случае уже поискать не среди книг, а внутри этой книги полнотекстовым поиском. А вот блок кнопок 3, он достаточно интересен, потому что в нем есть несколько пунктов, которые могут вас сильно заинтересовать. Один из них – это вот кнопочка PDF, при помощи которого можно сохранить до 10% книги на свой компьютер в виде файла, в виде PDF-файла. Обращаю ваше внимание, что сохранить-то можно, но, разумеется, только для своих собственных целей, для целей чтения. Публиковать этот отрывок нельзя, потому что это уже нарушает авторские права. Вот, в принципе, вы можете всю книжку так сохранить, 10 раз войдя в свой аккаунт и 10 раз сохраняя разные ее кусочки. Для личного употребления это можно сделать, но, разумеется, не для публикации в каких-то сторонних открытых ресурсах. Ну и очень интересная кнопка – это вот это вот, то, что в самом начале. Эта кнопочка берет код, и этот код можно вставить в любой открытый ресурс, на ваш сайт, в курс ваш в какой-то системе дистанционного обучения, в блок и так далее. И при помощи этого кода можно вставить до трех, за один раз, до трех страниц из этой книги. Обращаю ваше внимание, по сравнению с предыдущей кнопкой, там, где вы могли сохранить PDF, и где не имели права по закону этот PDF распространять, вот это наоборот, при помощи этой кнопки до трех страниц текста можно размещать в открытом доступе. И это легальная процедура, потому что в этом случае вы воспроизводите не книгу, а воспроизводите нашу читалку со всеми ее счетчиками. И, соответственно, при каждом чтении страниц этой книги у нас срабатывает счетчик, и автор получит свое вознаграждение. Нет, не по одной странице за раз, а по три страницы за раз. Причем это можно сделать бесконечное число раз. То есть, ну, по идее, вы можете, это, конечно, не очень удобно будет вставлять, да, но, по идее, вы всю книгу можете разобрать по кусочкам на, по три страницы, и где-то в своих свободных ресурсах опубликовать. Вот. То есть, это легальный способ сделать большую цитату из книги, не боясь за ответственность. Пойдем дальше. Наша читалка, она унифицирована с читалкой, которая есть в наших мобильных приложениях. Вот. И одно время это было не так, теперь это так. Вот. И одна и та же среда, если вы используете наше мобильное приложение, то вот можно использовать ту же самую читалку, так примерно. Ну, она немножко погрубее, то есть там нет некоторого функционала, но, в принципе, она сделана абсолютно так же. Для того, чтобы начать читать, надо воспользоваться, каким-то образом отобрать себе книги. И тут, разумеется, есть два, два естественных способа. Один – это традиционный, библиотечный, это подбор книг через каталог. Второй – это поиск. Вот оба этих способа давайте я вкратце опишу. Мультифункциональный каталог – это то, что у нас располагается на главной странице нашего сайта. И здесь есть несколько видов рубрикаторов. Это традиционный предметный рубрикатор ББК. Наиболее глубоко разработанный, диверсифицированный рубрикатор. Он для предметов, для того, чтобы искать книжки в исследовательских целях, больше подходит. Рубрикатор УГС, укропненных групп специальностей и направлений подготовки. Он в основном служит для того, чтобы искать учебные издания. Это для преподавателей. И вот как раз это, мы сегодня говорим об учебном процессе, как раз это наиболее удобно для учебного процесса. По дисциплинам можно искать много разных фильтров, накладывать. И это удобно для данного применения. Ну и традиционный предметный рубрикатор. Он объединяет вообще все книги, входящие в ВБС, всю систематизацию, включая неправные издания, открытые. Ну и он такой наиболее всеохватывающий. Соответственно, интеграция всех этих трех видов каталогов дает наиболее богатые возможности для подбора литературы для разных целях. Каталог у нас выглядит вот так. По умолчанию включен каталог ББК. Вот вы видите его здесь. Ну, можно его переключить на УГС или на разделы. Вот мы сейчас его переключили на разделы. И видим, что вот здесь можно выбрать какую-то УГС. А дальше у нас открывается набор фильтров, которые нам позволяют дополнительно уточнить, что нам надо найти. Вот это тип издания. Там примерно десяток разных типов изданий. Учебные издания, научные издания, периодические издания, справочные и так далее. Опять же, можно добавить какой-то код ББК, если он нужен. Можно выбрать уровень образования. В данном случае у меня тут выбран бакалавриат. Ну, и можно выбрать конкретную дисциплину. Вот тоже здесь у меня выбрана, например, алгебра и теория чисел. Хочу отметить, что можно выбрать несколько выборов. Например, вот здесь можно выбрать учебные издания. Ну, например, и научные издания. Вот здесь появится такой же элемент. Ну, и если говорить о фильтрах, то сверху вниз они ассоциируются по логическому закону И. То есть надо, чтобы все эти требования соблюдались. Такие-то издания, такой-то уровень образования, такая-то дисциплина. Пересечение всех этих множеств. Ну, а по горизонтали фильтры работают по логическому закону ИЛИ. То есть учебные издания или научные издания, например. Вот так. Ну, и аналогичная система у нас создана для библиографического поиска. Поиск в последнее время у нас преобразован тоже для того, чтобы больше искать книжки под учебный процесс. Старая система поиска была нацелена больше на исследовательский процесс. Но так как ЭБС все-таки это служит в первую очередь для учебного процесса, то система поиска недавно у нас была преобразована. Ну, и в этой системе существуют те же самые фильтры. При помощи совокупности операций поиска и фильтров можно более эффективно производить поиск. Это более удобно для библиотекарей и для конечных пользователей. Ну, вот еще раз посмотрим набор фильтров. Он примерно такой же, только тут еще появилась область, собственно, для поиска. Можно искать в описании, можно искать, сделать полнотекстовый поиск. Правда, тогда надо иметь в виду, что появится много того, что вы не хотели искать. Ну, в редких случаях надо, например, есть какой-то редкий термин, и вы хотели бы посмотреть издания, в которых этот термин присутствует. А так, если вы ищете по какому-то более распространенному словосочетанию, то вы рискуете получить огромную выдачу, да еще и долго этот поиск будет производиться. Можно искать книжки с грифом. Ну, и дальше фильтры по автору, по ББК, по УГСН, по типу издания, по уровню образования, по издательству и по году издания. Ну, год издания тут с, то есть, не младше, чем начиная с, например, 2015 года. Вот, после того, как поиск произведен, можно дополнительно накладывать фильтры. То есть, если вы сделали достаточно широкий поиск, и все равно у вас много лишнего, то уже можно фильтровать найденное. Ну, вот мы видим, как это выглядит наверху. Здесь можно фильтровать по авторам, можно по издателям, по дате, году, точнее, не дате, по году, хотя написано слово «дата», по дисциплину, по жанру. И, соответственно, сразу сократится количество элементов выдачи, и станет удобнее это все как-то обрабатывать. Для преподавателя, ну, соответственно, имеется в виду преподаватель в учебном процессе в данном случае, существует, можно ли отфильтровать по нескольких... Да, разумеется. Я только что сказал, что, я это говорил для каталога, точно так же это работает для поиска, точно так же фильтры работают по И, и, то есть, совмещаются по логическому закону И. Вот. А если они горизонтально стоят, то по закону И. Но это интуитивно понятно, может быть, это звучит как-то немножко наукообразно. Вот. Я думаю, что это интуитивно понятная такая фильтрация. Вот. Преподаватель может добавить один или несколько базовых учебников по своей дисциплине, или по своим дисциплинам. Делается это в личном кабинете. И если ВУЗ на уровне вашей библиотеки передал ВБС свою структуру со списком преподавателей, факультетами и так далее, то этот базовый учебник тут же возникнет для тех студентов, которые учатся у этого преподавателя. Вот. Это достаточно удобно. Ну, правда, не все ВУЗы передают свою структуру. Для этого надо вложить некоторый труд на первоначальном этапе настройки. Вот. Ну, зато это потом окупается. Есть в нашем меню очень интересный пункт, который называется «В сервисы». И «В сервисы» – вот он, этот пункт. И в нем… Это меню, напоминаю, располагается на главной странице нашего сайта. В нем есть много дополнительных интересных сервисов, которые вот так вот сразу не видны, кроме как в этом меню. Один из этих сервисов – это обновление контента. Помните, я вам говорил, что с обновлением контента можно работать и по-другому, более тонко. Новый контент у вас и так появляется на вашей главной странице в виде строки. Ну, вы там можете пропустить что-то. Например, вы не были в EBS три недели, вошли и пропустили много нового контента, который появился за это время. Поэтому вы можете тонко настроить тот новый контент, который появился, просмотр нового контента. Входите вот в этот пункт «Обновление контента». И появляются вот опять же такие фильтры, которые включают еще и даты. То есть вы можете указать, что вы считаете вообще новым контентом. Вот, период, указать период, с какого по какой вы хотите это сделать. Ну и уже знакомые вам фильтры наложить, набор. После этого здесь появятся только те новинки, которые вас интересуют. Так, во вкладке «Вопросы» что там. Как часто обновляется контент? Ну, я бы сказал всегда. То есть контент, так нельзя сказать, он у нас постоянно, ну, наш условный станок работает постоянно. Что-то постоянно происходит. Я не могу точно сказать, что это происходит каждый день, да, но очень часто. То есть это я ответил на вопрос, который мне задали во вкладке «Вопросы». Ответил Верий Валерь мне. Вот. Соответственно, здесь вы можете посмотреть за нужный промежуток времени и только по тем параметрам, которые вам нужны. Есть также удобный для учебного процесса сервис, который называется «Книжная полка». Книжная полка – это то, куда… Ну, книжная полка может быть как личная, так и разделяемая. И книжная полка, она позволяет отложить литературу для последующего чтения. Вот. Особенно интересно это применение, когда книжную полку для своих студентов создает преподаватель и потом делится ею со своими студентами. Ну, вот это интерфейс книжной полки. Давайте я вам сейчас продемонстрирую по поводу книжной полки. У нас есть хороший ролик, который записал Артем Захватаев, наш руководитель разработки. Давайте его посмотрим. Это небольшой ролик. Всем добрый день! Сегодня мы рассмотрим функционал, который называется «Книжная полка». Как вы догадались по названию, этот функционал нужен для того, чтобы создавать подборки электронных книг и в последующем передавать их группам студентов. Для того, чтобы начать пользоваться книжной полкой, давайте через главное меню, раздел «Сервисы» перейдем в пункт «Книжная полка». Давайте пойдем по порядку и добавим нашу первую полку. Для этого нажмите кнопку «Добавить полку» в правом верхнем углу экрана. Опишем нашу полку в первую очередь для того, чтобы вам проще было ее найти в списке книжных полок. Введите название, выберите направление подготовки и укажите курс. Также вы можете ввести код для удобства поиска и навигации и привязать учебную группу. Если вы передаете структуру ВУЗа в ЭБС, то полка автоматически привяжется к учебной группе, и книги станут доступны всем студентам, которые входят в эту группу. Если ваша организация не передает структуру ВУЗа, используйте это поле для дополнительной навигации. Новую полку вы увидите внизу списка. Давайте рассмотрим, как наполнить эту книгу изданиями. Нажмите на название требуемой полки и в открышемся окне нажмите «Редактировать». Наполнить полку можно несколькими способами, и давайте рассмотрим первый из них. Обратите внимание на зону расширенного поиска в самой книжной полке. Помимо использования ключевых слов, вы можете уточнить поисковый запрос дополнительными параметрами, такими как индекс ПБК, направление подготовки, год издания и т.д. В результатах поисковой выдачи нажмите «Плюс» напротив нужного издания. Такие издания сразу будут добавлены в книжную полку. Давайте рассмотрим еще один метод добавления книг в книжную полку. Добавить книгу в книжную полку можно из любого базового рубрикатора, издательских коллекций, иных списков книг, ну и, разумеется, из результатов поисковой выдачи ВС. В нашем примере мы добавим книги из каталога УГС. Для этого перейдите в каталог, выберите нужное направление, и дальше воспользуйтесь массовыми операциями. Здесь можно отметить несколько изданий галочками и в меню массовых операций выбрать пункт «Добавить в книжную полку». Во всплывающем окне выберите необходимую книжную полку галочкой. Если у вас много книжных полок, воспользуйтесь фильтрами для удобства навигации. Подтвердите выбор, и книги будут размещены в книжной полке. Если вам потребовалось создать похожую полку с аналогичным наполнением, но для другой целевой аудитории, воспользуйтесь функцией дублирования. После нажатия вы окажетесь в новой книжной полке с пометкой «Копия». Отредактируйте описательные поля новой полки. Здесь же вы сможете добавить новые издания. Как я говорил ранее, если вы передаете структуру ВУЗа, полка автоматически станет доступна учебной группе. Если вы не передаете структуру ВУЗа, воспользуйтесь кнопкой «Копировать». Отправьте ссылку вашим студентам по электронной почте. Спасибо за внимание! Отправляйте ваши вопросы и предложения в нашу службу поддержки. Коллеги, я хотел бы извиниться за то, что в системе «Мерополис», если вы смотрите со смартфона, то не все функции доступны вебинарах. И видео тоже не на всех смартфонах доступно, поэтому придется тогда посмотреть записи. Да, кстати, у вас есть альтернативный вариант. Вы можете скачать видео вот сейчас из открытых ресурсов наших и посмотреть его потом в виде файла. Также видео расположено на нашем YouTube-канале. Можете его там найти и, соответственно, тоже посмотреть. Про книжную полку, видимо, понятно. Интерактивные тесты. У нас в системе, как я говорил, много разных видов контента есть, в том числе и тесты. Ну, разумеется, не к каждому изданию есть тесты, но к большому количеству учебников есть тесты, при помощи которых можно осуществить самопроверку или какой-то иной способ подготовки. Конечно, их вряд ли можно использовать в качестве тестов для выставления оценок, но для самопроверки и для самосовершенствования их вполне можно использовать. Многие из этих тестов достаточно развернутые, большие, качественные, на несколько сот вопросов. Базовая, база, вопросная база. Так что не пренебрегайте. Тесты раньше у нас лежали отдельным пунктом, просто их надо было искать как отдельный контент и использовать. Теперь мы интегрировали тесты с профильными изданиями. И, соответственно, у нас вот это снова у нас страничка предпросмотра. И если есть у нас какое-то издание, к которому подходит какой-то тест, у нас вот здесь вот в списке возможностей появляется и возможность пройти тест к изданию. Нажимая на него, вы непосредственно переходите на процесс тестирования и можете протестироваться. Ну и то же самое есть и в читалке. Опять же к этому, вот в нижней полосе вот здесь вот, там где у нас закладки, цитаты, отзывы и так далее, появляется кнопочка «Тест к изданию» и по этой кнопочке можно, или по этой иконке, точнее, не по кнопочке, по этой иконке можно перейти к тестированию прямо из процесса чтения. Кнопка эта появляется только тогда, когда у издания есть свой тест. На мой взгляд, это очень удобно и тоже служит вопросу учебного процесса, улучшения вашего учебного процесса в УЗИ. Профильные блоки. Опять по нашей любимой кнопке, где много-много всего хранится, по кнопке «Сервисы» можете посмотреть профильные блоки. Подробнее о профильных блоках рассказывал Артем Захватаев на своем последнем вебинаре. Сейчас я приведу ссылку, если кто-то не был, обязательно пойдите. Ссылка посвящена новинкам проектов «Директ Медиа». Профильные блоки – это не такие уж новинки, на самом деле. Профильный блок – это еще один способ. Во-первых, это еще один способ получить доступ к нужной вам выборке литературы. Во-вторых, это еще один способ подписки. То есть, под вас могут быть сделаны профильные блоки под ваши нужды в УЗИ. И, собственно, это такая индивидуализация подписки, возможно. Профильные блоки можно тоже разделять, можно их сделать. Они могут быть видны только библиотекарям, а могут быть видны всем, если такая настройка включена. Можно сделать, например, подборку для первого курса для ваших первокурсников или по какому-то иному принципу. Ох, а здесь они у меня… Прошу прощения, у меня здесь текст заслонился, он у меня был поверх, но «Мирополис» при конвертации файла поместил его назад, наоборот. Профильные блоки точно так же можно фильтровать. В профильные блоки входит не только набор учебной литературы, но и более широкий круг литературы для чтения по данному направлению, включая литературу справочную, литературу периодическую и так далее. То есть это такой полный охват некой учебной области, той литературы, которая есть у нас в ЭБС. Скоро у нас будет вебинар, который будет посвящен примерно той же теме, и сейчас я вам об этом расскажу. Да, ну я об этом тоже вам уже рассказал более подробно. Итак, более подробно, ну в частности по поводу вот этих профильных блоков, можете посмотреть в вебинаре, который провел 23 ноября Артем Захватаев. Вот ссылка на запись этого вебинара. Давайте я на всякий случай, это все-таки на мой взгляд важно, давайте я эту ссылку вам продублирую в чат. Кто хочет, может сразу. Кстати, запись вебинара не очень длинная, можно ее будет просмотреть сразу. Вебинар у Артема был чуть больше 30 минут, поэтому рекомендую его посмотреть сразу. после моего. Вот. Ну и еще один вебинар, который примыкает к теме профильных блоков. Не буду пока об этом говорить, потому что подробно об этом расскажет наша сотрудница, директор по связям с общественностью компании Директ Медиа Людмила Буркова. У нас будет вебинар 9 декабря, ровно через неделю. Будет он называться «Кафедральная библиотека. Новые предложения от университетской библиотеки онлайн». Ну, если вкратце, то это наше предложение к кафедрам сформировать профильные блоки, актуальные для данной кафедры. Ну, а более конкретно смотрите этот вебинар. Обязательно приходите на этот вебинар. Он, на мой взгляд, будет интересным. В нем примет участие также наша постоянная ведущая Татьяна Телегина. Причем не только в качестве организатора мероприятия, но и в качестве участника. будет у нас такой диалог нашего сотрудника и преподавателя. Я думаю, что вот так получится лучше это все рассказать. Да, сейчас я уже об этом подумал. Ссылку обязательно брошу сейчас. Так, вот она ссылка. Пожалуйста, регистрируйтесь. Регистрируйтесь прямо сейчас, как сказали бы на телевидении. Можете воспользоваться этой ссылкой. Ну, и мне осталось рассказать о всяких дополнительных вещах, которые у нас есть. Во-первых, у нас есть арт-портал. Это может быть интересно тем вузам и колледжам, которые работают с гуманитарными направлениями и у которых есть дисциплины, связанные с... Забыл, как называется. Это дисциплина, посвященная художественной культуре. Ну, и тут очень много всего. Я даже не буду давать ссылку. Я много раз уже проводил вебинары, посвященные конкретно арт-порталу и арт-отеке. Арт-отека – это часть нашего арт-портала, который включает подписной материал. Арт-портал сам по себе бесплатный. Бесплатный материал на нем располагается. Это в некотором приближении галерея произведений искусства, но только очень хорошо описанная галерея с дополнительными текстами учебными, с дополнительными учебными роликами, с дополнительными возможностями, с осью времени. Ну и вот плюс дополнительный дополнительный элемент арт-портала. Это более 120 выпусков арт-отеки, которые у нас выходят... Ну, в настоящее время выходят раз в месяц. Вот когда-то выходило чуть чаще. Вот эти 120... При подписной модели эти 120 выпусков также становятся доступны вам. Ну и, наконец, я хотел бы рассказать о нашем проекте, о Директ-Академии, который тоже может быть встроен в учебный процесс. Ну, прежде всего, конечно, наша Директ-Академия это сервис для преподавателей, для преподавателей, для библиотекарей, для всех деятелей искусства, но может быть применен и в учебном процессе напрямую. Некоторые вебинары могут быть доступны и студентам, и представлять для них большой интерес. Вот. Ну и скажу пару слов о нас. Мы в 2019 году стали лауреатами Вики-премии в номинации «Свободные знания». Это было очень приятно. Вот. Ну и мы, кроме вебинаров, а мы в последнее время проводим вебинар каждый день, у нас есть еще и курсы, онлайн-курсы. Курсы мы проводим от двух до трех раз в месяц. И вот я хотел бы рассказать о ближайших курсах. Первый курс, он начался вчера, но к нему еще можно присоединиться, если кто-то хочет. Он называется «Речь педагога от ремесла к мастерству». Ведет его очень интересный человек и мастер речи Юрий Майский. И сейчас я вам дам, не догадался сразу, сейчас я вам дам ссылки на наши курсы в чат. Так, вот ссылка на курсы Юрия Майского. Сейчас я ее сделаю. Следующий курс у нас запустится в конце декабря. Сегодня будет вести этот курс Александр Гущин, который провел весьма удачный курс у нас в июне, посвященный системе Moodle, системе дистанционного обучения. На этот раз его курс называется «Информационная безопасность в образовании простыми словами». Курс вот прямо специально заточен под преподавателей, под вузовские процессы, под, ну, может быть, интересным библиотекарям. Вот, потому что он посвящен вопросу о том, как обезопасить себя, если вы преподаете, или если, наоборот, вы студент. Или как обезопасить себя и своих студентов. Скорее, скорее так. Ключевым, ключевым словосочетанием в названии является вот фраза «простыми словами», то есть это объяснение информационной безопасности такими словами, которые доступны преподавателям, а не сотрудникам IT-отдела и специалистам по безопасности. Вот, какие меры безопасности надо знать и соблюдать и настраивать на своем собственном рабочем месте, не прибегая к преподавателям. От чего безопасность? Да, от чего угодно. На самом деле, Александр провел вебинар примерно две недели назад, вот примерно на эту тему. Безопасность коммуникации, безопасность контента, безопасность от утечки персональных данных, безопасность процессов в системе дистанционного обучения, безопасность в смысле правильности передачи информации об успеваемости студентов, чтобы студенты не обманывали преподавателей. Ну, это, конечно, немножко шире, чем, собственно, информационная безопасность, но, тем не менее, это тоже. Вот как-то так, если простыми словами говорить. Да, вот опять слово простыми словами, потому что, ну, необходимо нам простыми словами. Информационная безопасность, вообще говоря, это один из самых сложных разделов информационных технологий. Вот, ну, у нас идея рассказать это вот для преподавателей. Ну, и, наконец, к сожалению, у меня сейчас еще и в начале января у нас очень интересный курс начнется, но я об этом пока не вправе говорить, у нас даже мы не согласовали точно название. Вот, а вот в конце января у нас состоится курс совместный с компанией Антиплагиат. Мы долго лелели этот курс и, в общем, было взаимное желание такой курс сделать. В общем-то, мы побудили преподавателей из Антиплагиата сделать такой курс, который им самим, конечно, тоже нужен, ну и нам тоже нужен. Мы очень хорошо интегрированы с Антиплагиатом и очень хотели бы постоянно выступаем на их площадке, их приглашаем к нам. Ну и вот, наконец, созрели до большой формы такой вот в виде вот такого вот курса. Этот курс тоже такой преподавательский для преподавателей, заточен под ВУЗы. Вот, вести его будут аж три автора и ведущих. Ольга Беленькая, это руководитель учебно-методического центра компании Антиплагиат, Ирина Стрелкова и Ольга Филипова. И начнется он 26 января. Ну и давайте я на него тоже дам вам ссылку. Вот ссылка на этот курс. Надеюсь, что-то из этого вас заинтересует и вы станете нашими слушателями. Вот, ну, у меня все. Мне осталось выдать вам сертификаты. Пока жду ваших вопросов, если они есть. Походу, вроде бы, ответил на все вопросы, которые возникли. Вы пока готовьте свои вопросы, а я в системе выдам вам сертификаты. У меня займет это буквально одну минуту. так, я, если что, я с вами, я никуда не ухожу. Пока. загрузили, загрузили, закачали, выдали и отправили уведомления на почту. Ну, и мне осталось разместить вот эту вот фразу в нашем чате о том, что вы можете приобрести сертификаты вот по этой вот ссылке. Ой, одну минутку. так, видел какие-то вот во вкладке вопросы есть что-то у меня. Как, как поделиться, вы знаете, я думаю, что просто у нас не очень хорошо, как поделиться книжной полкой с группой и студентами. там тоже все зависит от того, вы потом пересмотрите ролик обязательно, просто здесь, видимо, он не так хорошо. Его лучше смотреть на полный экран. Тут есть два варианта. Если у вас ваша библиотека создала структуру вашего вуза ВБС, в этом случае можно через эту структуру передать. То есть она сразу станет доступна эта книжная полка, разделяемая книжная полка станет доступна тем студентам, которым она предназначена. Если же нет, то можно просто у книжной полки есть ссылка, то есть можно просто взять из поля адреса браузера ссылку и эту ссылку своим студентам разослать с тем, чтобы они по этой ссылке перешли и у них тогда откроется эта книжная полка. Вот. какой-то еще видел вопрос. Где искать книгу после добавления в избранное в своем личном кабинете? Так, ну что ж, коллеги, вам тоже всем спасибо. Напоминаю, что сертификаты вы можете приобрести по той ссылке, которую я наверху разместил. Будем рады, если вы это сделаете, потому что ваши сертификаты это наша независимость финансовая, соответственно, мы можем проводить для вас больше хороших и качественных вебинаров бесплатных. Вот. Приходите на наши следующие вебинары, ждем вас в Директ-Академии. Всего доброго, до новых встреч. Ну уж, с наступающим. Ну хорошо, если угодно, с наступающим Домом год.